Я хотел сказать, не Стар, пощупай у меня спину, ну пощупай, ну под рубашку сунь руку, пощупай, прижми к спине, к спине, прижми руку, какая спина, а ну-ка ты мне ставь, Тарасик, пощупай, что защупай, ну ковальня, пощупай, пощупай, какая она, мокрая, мокрая, вот человек должен жить, С мокрой майкой, с мокрой рубашкой, с мокрым костюмом, а если есть фуфайка, фуфайка должна промокнуть, у нее ени выступит, а почему, это прямое повеление Божье, я бы не хотел работать, тем более мне пошел 77-й год сегодня, вот вы каждое утро должны дать отчет, что вы сделали до запорка, из вас больше половины, бесплатно здесь находятся, я могу даже сказать, это какой год ты здесь? Седьмой, 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 да, ни копейки еще не заплатил, ни копейки, почему, такая семья, это его брат, Нестор, где-то сестренки их не уйдет, вот он, вот, Фрося, нету и нафа еще, умножь это на 6 полных лет, это куда потянет, а мы где-то-то должны брать, где работать, И мы голодные не сидим, я вчера по деревне развез 7 мешков муки раздал, а этот, который шофер привез, так это как? Так, и ничего в ответ нету, нету ничего, он не может понять, я говорю, а сколько тебе заплатили? Он говорит, Андрей, голова, 4 тысячи, ну я тебе подарю на 5 тысяч еще, пошел в Новый Завет, для Слово Божи, нету искусственного православия, посмотрели на его глаза, он усыпился за меня, не отпускаются, я говорю, это тебе аванс на следующий год, повезешь наших ребятишек, То есть понял, где забрасывается крючок, глаз не прижимали, так и не надо, а ничего, это не, вчера солнца не было, так же прижимало, а говорится, не надо, а почему рот не закрывал, когда позевал, вот все, комаров наловишь, эта ласточка летает с открытым ртом, и она ловит, а человеку тоже вот так, позернуть, ну давай, поземнем, а то раскроет, как пингвин, Значит, вчера были у нас гости, я много вам, говорится, не делал замечаний, но наказание сегодняшнего дня вступает в силу по уставу, в келью не заходить одному никогда, и вдвоем не заходить, вдвоем это подойти к старшему, у нас старший, у него Виктор Николаевич где-то, я начальник лагеря, вот это Виктора в прошлом году не было, один год, Вот за него воспитателем старшим был, вот Владимир Александрович, в прошлом году нас обоих не было, он был начальник лагеря, а он обыкновенный рабочий, ничего научишься, вы поняли, о чем я говорю, то есть работать надо очень хорошо, приезжали, когда тут власти говорили, ну вы говорите о работе хорошо, а хватает, я говорю, мы должны прокормить президента, всю думу государственную, Всю администрацию, которая ровно в 4,5 раза больше, чем при Сталине, это сегодня пишут, это читали, сколько их там сидит, их надо всех прокормить, их семьи прокормить надо, их наложниц прокормить надо, всех надо прокормить, милицию, полицию, КГБ, это все, они ничего не выращивают, вот все здесь растет, и чтобы нам осталось, а кто, первый секретарь компартии, Бобров, Геннадий Александрович, приехал тут, издевался, и что, хватает, я говорю, хватает, нужно работать на 2-3 работах, быть мокрым от пота, тебе будет жизнь интересная, нормально перерабатывают эти пищи, ты веселый, тебе охота еще сделать что-то, поняли? Вот я сегодня пробил дорогу голубям, там нельзя было пройти с двух сторон заросшие, ребятам просто некогда было, вот я им замечание, они не маленькие, они взрослые уже, но навыка нету, вот они вперед тоже не могут смотреть, почему они в деревне росли, а если в деревне были, хозяйства своего не было, им приходится подсказывать, им это не в обиду, У дверей там отлетел этот, сцепляется, нету, нету, так все идет, два на один крючок отлетел, нету, так и будет, вторая уже едва на пилюльке держится, не прибьет ни один, пока не пнешь, И вот приехала какая-то девушка, она, Татьяна ее звать, черная-черная, как кофта вот, угадает, вот такая, вот такая, сидит там с Дмитрием Смирновым, беседует, Она патриотка, чистейшая, это русский язык, ну ее привезли шестилетнюю, кажется, когда у них там смута в Анголе началась, а она была из правительственной семьи, Их всех сразу привязали детей, резали всех подряд, и успело советское посольство, его сюда вызвали, и вот она говорит, как я люблю Россию, вот за все, что у нее есть, Это непорядки все, но мне всегда удивляет, вот этот, говорят, менталитет русского человека, вот лежит у него, пропадает, не будет, лужу, он даже из нее будет черпать, колодец копать не будет, Но вот, говорит, пришел начальник, как сгрел его, к обеду колодец готовый, то есть русский человек умеет работать, но его все время надо, сталинская рука должна быть, ну Путин тоже умеет, Видишь, научится у Сталина, не зря его сравнивают с ним, вот вы услышали один раз, вчера я сказал, на бум, вон тот бум, разъезд называется, разъезд, запомните, вон там, это 75 метров, Я его, это моя идея была, я ее сделал с ребятами, теперь они все это ведут, не залазить без разрешения, даже воспитатель не имеет права дать, только старший, А почему? Потому что существует определенный порядок, нужно получить разрешение, разуться, не в носках, голой ногой, три поклона, и тогда заходи, тебя посмотрят, умеешь, нет, не умеешь ходить? У меня не умел ходить Паша, он помнишь, как я тебе палку дал, ходули, иду с ним рядом, и все, он баба, я уже умею ходить, как это у него было? Ты уже забыл, наверное, нет? Как на вышке были, тебя не пускали, а ты заплакал, я говорю, несправедливо поступили с ним, это Паша, он был вот такой вот еще, он понятливый парень-то, меня на вышку не пустили, потому что я не слушаюсь, я говорю, на второй этаж, вот сюда, может воспитатель дать разрешение, а туда только один я могу дать, я вот туда, и баба, лезь со мной вместе, дал ему бинокль, смотри вокруг, помнишь, нет? Так, Паша-то мой развел, а он умный, мужик растет, баба, давай пилить, а у него склонность была к побегу, а если человек к побегу, когда заключен, у него такая красная полоса, и на него на руки, на ноги, цепи надевают, что он бежит. Начали пилить, Паша нет куда, в пусты убежал, а баба Валя стоит, я его там в пустах, а крапива прям рядом растет, я его прочистил, пилить начал, бежу опять нету где, в пусты, я вот сап прям на ходу, опять его взгрел, и он тогда спрашивает, а если я убегать не буду, бить не будет, я говорю, нет, и больше ни разу не побежал. Паша, помнишь, нет? Вот он где, так, тебе это на пользу было, он на вокзале от бабы убегал, везде, ну представь себе, убежал в вокзальной суете, где искать, так, иди-ка сюда, вот сейчас, подойди сюда, ты вот сейчас голову зачем вот сюда прятал, расстегни маленечко вот так, воротник, это блатные люди, нехорошие, когда подбородок натяг, вот так вот, и вот все, и хороший парень, становись, никогда туда голову не прячьте, руки в карман не держать, рукава не натягивать, вот так вот, комар упустит, комар это хорошо, много комара, много рыбы, а тебя где укусил, он не малярий, не раздавил, и попутно помассажировал, видишь, как, вот у некоторых людей бывает склонность к тромбозу, сгущение крови, а комар, он впускает туда такое вещество, чтобы кровь не сворачивал, Любовь Николаевна, правильно говорю? Правильно. И тогда у таких людей, если много комаров, то они специально выходят на это, и у них кровь нормально циркулирует, мы сейчас до завтрака, вот что вы будете делать, сейчас считать, я хотел показать, как вчера мы делали печь, открыть ее, сегодня будем кружало вынимать, и в печку будем первой, чтобы в печку толкать дядю Володю, не хлеб, не лепешки, а дядю Володю, как сосиску маленькую, а почему, потому что нужно сейчас сделать раствор, половина глины, ну, допустим, 2 горсти глины, она еще там не засохла, надо успеть ее, и все щели промазать, песок, когда, как сметану, глину сделаешь, тогда песок столько же, 2 горсти, и потом туда ложки 4 соли поваренной, и все перемешать, и он вот этим раствором, он сделает его густым таким, и будет щели промазать, ну, под него палатку постелим, а потом ее заны и оттуда вытащим, а дня через 3 будем печку уже пробовать топить, почему у нас развалилась печка, по нашему недоразумению, мы не могли сделать покров, вот представьте, барин один говорит, это я вам на пользу, барин, барин это помещик, хозяин, и говорит, у меня на поле большой камень лежит, говорит, а сейчас дорогу сделаю, вот прямо на дороге, а камень большой в рост человека, ну, присаживайся, он тонн 200 весит, ну, а как его убрать, никто пробовали, говорит, не могут убрать, один мужик, говорит, а что за это будет, он, говорит, корову и лошадь дам, корову и лошадь от состояния, он, говорит, хорошо, я сделаю, но только буду делать по ночам, а мне разницы нет, за неделю сможешь, говорит, ну, может быть, полторы недели уйдет, но, его уберу, следа не будет, никакого, ну, и он начал это делать, а что делать-то, он под ним развел костер, ребятишек у него много, они дрова таскают везде, как только камень накалился, он его плеснул, дальше опять разогревает, опять плеснул, камень треснул, дальше щель больше, маленькая клинушка, и все развалилось, а он рядом, ну, такие камни когда стали, он рядом копает яму, камень туда палками столкнули, заравнял, нигде никого, ничего нету, умный человек русский, когда его заставишь ему лошадь дать, ну, у нас лошадей нету, так, деревенские приходят с велосипедами, никому не разрешается кататься, запомните, она будет давать, не брать, можно кататься только на наших велосипедах, вот они у нас есть, вот я приезжаю, ну, я вам не дам, все равно заранее говорю, вот, у меня было специально куплено два велосипеда, ребятишкам катались, угробили, падали, скроются, в пыли не видать, где я лежит, за, вот, с вышки, вот, деревьев у нас не было, один все время на вышке, когда катаются, они вон там до костра и сюда, с глаз, никуда не скрываться, потому что здесь посторонние люди могут в кустах быть, ребенка похитить, а у нас 44-й год, ни одной потери не было, никуда, вчера гляжу, один какой-то парень, кажется, вот кто-то из них, вот, а потянулся туда в крапиву, а ты-то никого не видишь, а тебя кто-то видит, только раз себе рот зажали, а мы будем искать, а тебя уже нету, детей воруют, отдают органы, сердце, там, печень продают, разбирают, притом в Америке, говорит, на одну минуту нельзя отпустить, только отошел, говорит, где ребенка нету, это мне рассказала Анна Кузьмениша, и Наташа приходит, позвонила, говорит, ребенка ни на 10 минут не оставь, говорит, так, ходи с ними, а у ней трое теперь, Иван, Захария, кажется, и Пантелеимон, вот, держи за три-то, надо молиться, чтобы не потерялись, а то клиенты, может, приедут в лагере, у нас, мы будем помогать, так, как только сейчас помолитесь, у вас сапоги резиновые, все сапоги снимите, потому что они воздух не пропускают, нога будет преть, обойтись, нормальная ваша обувь, это только для дождя, и когда, ну, утром мокро, сегодня кто первый убежал, когда набрали воду, так, кого называют, сразу выходи сюда, рядом, почему ты ушел первый? Ты не знал, что нельзя уходить? Нет. Не знал? Нет. Становись. Так, спрос старшего, так, ты рабочий, ты тоже подсказываешь, а почему одному нельзя сходить, я объяснил? Нет. Ты идешь, ты скрылся, там у нас лес, и не видно, где ты есть. Я спросил, сколько у нас? 7 мальчиков, 5 девочек. Вроде бы правильно посчитали. На этой неделе, в субботу еще приедут. Сегодня голова тянется, вот это воротник. Сама тянется. Так, скажите, кто играл в компьютерные игры? Поднимите руки. Так, повыше, повыше. Так, еще кто играл? Так, так, что молчишь? Играл? Так, кто играл? Вот запомните, опустите руки. Вы запомните только одно. Если бы я знал, я бы с вами провел беседу еще там, много вы играли или нет. У нас был один мальчик, его Руслан звали, а потом Андреем его покрестили. Так? Нет, Тимура звали. Правильно? Тимур звали его. Тимур говорят звали. Палка летит. Палка летит. Бац! Ни нашего этого, Тимура и Андрея нету. Но скачил куда-то... Он не поймет, как из рамки монитора вылетела эта палка. То он не так и не понял. Сел и плачет, сидит. Еще время прошло, он повторяет этот эксперимент. Снова, но только теперь торцом он обьет, растекло ему. Кверх ногами. Он ничего не понимает. Он не понимает. Он там стреляет, а его-то никто не трогает. А тут как? Это Фрося его победила. Фрося, помнишь, нет? Да. Он первая не знал, как есть. И потом звонит. Баба, я первая научился есть. Спрашивает, а такое поколение нужно в России? Родители разве этого не видели? Еще раз говорю. Мальчик 14-летний, 14-летний в Америке водит самолет. Самолет, потому что это счастлив, как у нас машина. Вы посмотрите, у нас в деревне Ерема. Ему сколько лет, как он за машиной сидит? Ну, я не знаю. Он 10-ти-то не было уже еще. Года 3, наверное, он уже ездит. На машине? Все. Почему? Это деревня. А Теренть, я уже не знаю, когда он на тракторе все косит, убирает и все. Вы учитесь у родителей, кто что умеет делать. Я понятно говорю вам? Да. Замещаний много не будет. Вот в Келью вы зайдете без разрешения, при том разрешения старшего, вдвоем. Только так можно. Но лучше не заходить, сразу платочка. Я переоделся, платочек забыл. Нас не касается. Он бежит до тополей, раз листик сорвать, бегом. А пока ты бегаешь, в это время обедом, тебе только второе будет, первое уже не будет. Я вам память пришью в один день. Вань, ты помнишь, как бегал? Бегал. Фрося бегала? Бегала все. У меня даже взрослый бегает туда. Платочек должен быть в кармане. Там больше ничего не должно быть, чтобы не потерять. Так, у меня все. Вопросы? Отошел. Вопросы? Продолжение следует...